Трясутся коленки, вспотели ладошки и сердце вот-вот выпрыгнет из груди? Именно так ты себя чувствуешь при малейшем конфликте? Сегодня поговорим о том, как побороть страх драк и как в них побеждать. Даже если ты слабак, досмотри это видео до конца, если готов узнать все тайны успеха в уличных драках. Но сначала должен вас предупредить, что драки не являются лучшим разрешением конфликта или какой-либо проблемы. Когда люди применяют физическую силу или агрессию, это как минимум приводит к экскалации конфликта. Что? Я хочу, чтобы ты меня изо всех сил ударил. Также драки могут привести к ушибу, к перелому костей и вообще к серьезным последствиям, которые останутся с вами на всю жизнь. Опасность драки еще в том, что никто из вас не умеется измерять свою силу. Давайте откроем правде в глаза и будем честны. Никто из нас не вывезет 10 14-летних кавказцев или одного казаха из будущего. Также драка не лучшее решение проблемы, потому что в конечном итоге вы окажетесь в отделе полиции. А тут правило шести рукопожатия не работает, потому что у каждого второго есть друг-мент. Ты никогда не знаешь, кто твой враг, у тебя нет времени, чтобы его изучить. Это не фильмы про Шерлока Холмса, где он в голове придумывает миллион гипотез. Вот представим, у вас произошел конфликт с неизвестным человеком по незначительному поводу. А вдруг он окажется курьером или таксистом? Или вообще он делает бургеры? Как гласит трактат искусства войны, написанный Су Цзиньпинем, чтобы победить врага, нужно наполнить стакан врага, чтобы наполовину пустой казался наполовину полной. Но если обстоятельства таковы, что драка неизбежна, первым, с чем вам нужно справиться, это страх. Одна из основных причин страха перед дракой, это страх получить травму. Все логично, никто не хочет из-за незначительного конфликта потом месяцами лечиться. Причем шанс получения травмы, он крайне велик. Разбитые руки, если вы машина смерти и знатно рубитесь. Переломы, вывихи. Перечислять можно сколько угодно, но давайте-ка я лучше покажу на живом примере, чтобы вы поняли, насколько это опасно. Вот возьмем Эльдара Джарахова. Вот так он выглядел до драки. Но потом произошел конфликт, где ему пришлось применять физическую силу. И вот результат. Удаляй предмет. Все нормально. Удаляй предмет. С чего? Серьезно. После драки Эльдар Джарахов начал относиться к сексуальным меньшинствам. Также драка может вызвать высокий уровень стресса и тревоги. Даже если ты не получил травму, сама опасность конфликта и предстоящего физического насилия может значительно отразиться на психике и эмоциональном комфорте человека. Замечали за собой, как вы начинаете непроизвольно трястись и волноваться, когда слышите неразборчивый голос с акцентом. И вы сразу начинаете прокручивать у себя в голове, а вдруг у него оружие, вдруг у него черная магия или 10 братишек за спиной. Также страх перед дракой может быть вызван боязнью потери статуса и уважения в глазах других людей. У всех по-любому были такие в жизни ситуации, когда вы прокручивали в голове перед конфликтом. А что если я проиграю? А что если меня побьют? А что если я замолчу и ничего не отвечу? Все же, наверное, подумают, что я терпила. Да, так и есть. Никто не судит по вашим причинам. Все смотрят только на результат. Вас отпинали, вы промолчали? Лох. Вы дали отпор, вы отстояли свое я? Мужчина. Добро пожаловать в клуб Гачи Мучи. Так как же преодолеть этот страх? Ну, первое, что вам нужно сделать, это сходить пописать. Потому что когда друзья вашего соперника дадут вам шокера со спины, вы должны выглядеть мужественно и корчиться от боли, не обоссавшись. Отличный способ, чтобы преодолеть страх, это смотреть страху в глаза. Но смотреть в дуло пистолета тоже так себе. Поэтому отличным советом будет воспитать в себе чувство вины. Как только вы воспитаете это чувство и окажетесь перед соперником всегда виноватым, ваш соперник будет смотреть вам в глаза и не чувствовать вашего страха. Есть много методик по преодолению страха, включая смотреть на себя в зеркало и убеждать, что ты справишься, все у тебя получится, ты сильный. Но давайте будем честны. Никто из нас по-прежнему не справится с несовершеннолетними цыганами, которые поделили твой айфон еще до драки. Также ты можешь представить весь конфликт у себя в голове и все исходы. Продумав все до деталей, ты сможешь забронировать заранее недорогую больничку. Ты будешь видеть все наперед, страх исчезнет, и ты отдашь айфон еще до драки, минимизируя последствия. Используй язык тела, чтобы убедить соперника, что ты не боишься. Изучая разные международные техники, я сделал вывод, что есть только один жест, который показывает, что у тебя нет страха. Просто подними палец вверх. И помните, что необходимо стараться сохранять хладнокровие и принимать быстрые решения. Мы живем в мире загадочных существ. Берите пример с хамелеона. Хамелеон, как только чувствует первую опасность, он меняет окрас. Вы можете применить это в жизни на своей практике. Например, ты всегда можешь выставить свою девушку виноватой, тем самым сместив центр тяжести конфликта на другого человека, став своему сопернику другом. Друзей держи близко, а врагов еще ближе. При этом сохраняй хладнокровие и расскажи, где ее найти. Это был пример ярких и быстрых решений, как избежать конфликт. Теперь переходим к практическим советам. Если у вас не хватает физической силы, то самое главное оружие это ваш ум. Нужно применять стратегию и тактику. Это включает использование логики, анализ ситуаций, а также взаимно выгодных решений, которые разрешат весь ваш конфликт. Хитрость, ваше все. Представим, что у вас произошел конфликт из-за какой-нибудь мелочи. Ну, допустим, вы переспали с его женой. И человек приглашает вас выйти на улицу, хотя вы и так на улице. Смутите его и предложите ему зайти внутрь. И как только вы зайдете внутрь, сразу же отпроситесь в туалет. Как гласят те самые американские боевики, в туалетах всегда есть форточка, через которую вы можете скрыться. Ваша смекалка, ваше оружие. Вот, допустим, конфликт неизбежен. Но ни один соперник не ожидает от вас ребуса или спортивного состязания. Предложите ему сразиться в вармрестлинг. И как только он пожмет вам руку, скажите, конфликт исчерпан и быстро уходите. Если вы считаете себя слабаком и хотите выбрать стиль драки, который будет самым эффективным для вас, то стоит обратить внимание на фильмы Джеки Чана. Все в детстве смотрели его фильмы, их около 200. И все его стили обозначены только одним принципом. Ему тоже больно. Это самый лучший стиль для слабака. Будь водой, как говорил великий Токтаров. А для тех, кто не понял, будь водой, утекай от проблем. Но не стоит забывать об использовании стратегии и тактики в уличных драках. У всех боевых искусств, включая смешанное единоборство, есть тактики, и они их придерживаются. У вас была какая-то тактика с самого начала, вы ее придерживались? С самого начала у меня была какая-то тактика, и я ее придерживался. Например, в таких стилях, как дзюдо и айкидо, ты используешь вес противника против него. Интерпретируя это в уличную драку, ты можешь кричать, что у него на кармане вес, и его сразу примут. Есть секретные стили, которые познали не все, включая бесконтактный бой, где используют определенный вес. Вес дяди Хамзата вора в законе, или вес 9-миллиметровой пули от ПМ. Вывод простой. Стратегия и тактика зависят от обстоятельств, а обстоятельства бывают разные. Используйте смекалку для того, чтобы использовать зубочистку как оружие. Это две взаимосвязанные вещи. Смекалка и любой предмет, который попадет вам под руку. Но если все-таки вы решили использовать зубочистку как оружие, то не используйте зубочистку как оружие. Потому что зубочистка как оружие, в принципе, сомнительное оружие. Допустим, вы сидите в ресторане, и произошел конфликт. У вас на столе лежит кухонный нож, травмат и зубочистка. И если первым делом вы схватились за зубочистку, ваш соперник 10 раз подумает, а стоит ли бить в ебало человеку, который сделал столь неоднозначный выбор. Но это не говорит о том, что 10 других 14-летних кавказцев подумают так же. Поэтому включите смекалку, хватайте за травмат и стреляйте в потолок. Как будто идет свадьба. В бою можно использовать что угодно, даже обычный зонтик. Тогда придется объяснить. Но как гласит старая японская самурайская пословица, лучше каждый день я буду ходить с мечом в ножнах, чем выходить из дома с ебучим зонтиком, потому что погода вообще непредсказуемая, а я не сраный нищеброд и не езжу на метро. А теперь перейдем к секретным трюкам и уловкам. Наверняка каждый из вас знает стиль Майка Тайсона, его знаменитый маятник, когда он очень быстро передвигается, и у соперника нет прямого обзора на человека. Но такое могут повторить только чернокожие, которым светит уголовка. А в вашем случае я порекомендовал бы вам использовать чехарду и другие азербайджанские сладости. Ладно, я шучу, как я могу вас оставить без совета. Есть такая техника, она обычно применяется у боксеров. Есть знаменитая двоечка, вы наверняка про это слышали. В этой технике самое важное, это сместить центр тяжести тела на правую ногу или на левую, если вы левша. Когда ваш соперник бьет прямой удар, вы уклоняетесь вправо и резко говорите ему, что тренер запрещает вам драться на улице, даже если вы находитесь в помещении. Также существуют танцевальные движения во время уличных драк. Видели, как танцует Мухаммед Али? Отличный пример аутсайд панчера и контр панчера. Но такое повторить сможет только высокий чернокожий по имени Кассиус Клей. Также использовать танцевальные элементы в боях принято в Бразилии. Вы могли видеть в таких единоборствах, как стритфайтер, тейкен, мортал комбат и бразильское джиу-джицу. Поэтому любые танцевальные элементы это плохой способ достижения ваших целей. Только если вы не на свадьбе и вам не стреляют в ноги. Ты что делаешь? Танцевальная битва. Я тебя сделаю. Не стоит забывать и о болевых приемах. Вам нужно найти слабое место в своем противнике. Как мы знаем, слабое место у любого мужчины это история в браузере самолюбия, самодостаточность и машины. Вот и вам нужно использовать эти слабости против своих соперников. Например, киньте деньги в ноги противнику. Я уверяю, конфликт будет исчерпан. А ваш соперник повержен, а его самолюбие уничтожено, потому что он не зарабатывает таких же денег. Также на теле человека есть три самые очевидные болевые точки. Между лопатками слева, в пяти сантиметрах от пятого позвонка вниз и в двух сантиметрах от седьмого позвонка справа. Вторая болевая точка расположена на пятке, куда был поражен сам Ахиллес. И третья болевая точка находится у него в кошельке. Это его кредитная история. Запомните все эти болевые точки и они никогда вам не пригодятся, если вы состоятельный человек и у вас есть охрана. Ну а вообще, быть слабаком это норма. В любом случае, вы сможете разрядить любую ситуацию или обстановку с помощью юмора. Всем известный факт, чтобы разрядить обстановку конфликта, ваш соперник сто процентов ожидает шутку про маму. Но шутки должны быть в меру и нести какой-то скрытый смысл, чтобы донести завуалированно до вашего соперника. Например, вы можете пошутить про то, что возможно напишите на него заяву. Или то, что ваш брат прокурор этого города. И помните, в каждой шутке есть доля правды. Но в момент драки не забывайте про смекалку. Шутки всего лишь могут выиграть для вас время. Кликните во время драки, что у вас выпал тампон или что купите ему машину, если он проиграет. Потом подержите маленькую паузу и добавьте. Это мой отцовский долг. В таком случае, ваш соперник будет ошеломлен и у вас появится время, чтобы достать зубочистку, вытащить из айфона сим-карту и отдать им телефон. Еще стоит помнить, что всегда можно сделать тактическое отступление. Каждый раз, когда вы слышите песню, вам резко хочется курить кальян. Каждый раз, когда вы видите огромное скопление кожаных изделий в толпе. Каждый раз, когда вы видите невидимых людей, идущих в камуфляжной одежде. Это все признаки того, что вам нужно бежать. Но когда конфликт неизбежен и вы ищите момент для отступления, нападите на своего ближнего, даже если это ваша девушка. Создайте сторонний конфликт, чтобы избежать предыдущий. К тому же, чем больше народу участвует в конфликте, тем больше вероятность, что ваши крики услышит полиция. Есть еще один железобетонный способ, как избежать любого конфликта. Запритесь дома, и если вам понадобится выйти в магазин, отправьте родителей, старших трогать не будут. Или же возьмите с собой тех, кому вы доверяете, и кого вы сможете оставить в беде при первой же опасности. Возьмите с собой тех, кого можно легко заменить. А как показал в этом году искусственный интеллект, заменить можно любого. Эмоции и привязанность, это слабость, которые всегда ведут к конфликту. И помните, если кто-то вам скажет, что слабаки не умеют побеждать, просто улыбнитесь и покажите им, как это делается. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok